И будет все супер. Ну знаете, все-таки давайте думать о том, что у любой программы есть слабые места. И те, кто предлагает некие программы вывода, как говорят, экономики России, скриниться, почему-то они молчат за своих приносов. Поэтому давайте ждать. Просто ждать. Нет, почему ждать? Мы берем все терпения. Нет, ну как? Если ты просто человек, то есть ты работаешь, да? Если нет работы, пытаясь специально, вынужден переобучаться, да? Если ты вкладываешь доллар и евро, подумай, чью ты экономику поддерживаешь, да? Если ты покупаешь импорт, хотя рядом лежит картошечка российская из Подмосковья, например, да? Если лежит морковка из Подмосковья, ты покупаешь импорт. Ну кого ты поддержишь? Какие-то рабочие места? На России создаешь или за рубежом? Импорт это замечательно, отлично, но если ты, так скажем, думаешь о рабочем месте, то мы должны помыться на своем рабочем месте. Не думать о том, что некая есть программа или есть некие политики, которые придут и нам раздадут денег, и будет все отлично. Ну это мечты, это люди. Мы сами не сможем ничего добиться, если мы не будем сами думать о том, что нам нужно всем объединиться, нам нужно находить общую почву, нам не нужно грызться друг с другом, да? Нам надо понять, что это одна единственная страна, да? То есть мы можем отдыхать где-то за границей, да? Но в других странах мы чужие. Вот она, наша родина, вот эта. В стране будет несколько программ и сценарий, в каждой группе будет создана. И все неизбежная консолидация, это тоже в таком случае. Просто, Ваня, я могу свой краткий опыт сказать. То есть когда в начале нулевых, еще в 90-х годах, я уехал, значит, в Европу, значит, тоже в поисках работы и так далее, да? То есть пробыл в Европе приличное количество времени, да? И, значит, когда я возвращался в Россию...